Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биткоин у нас с вами просто взрывается в стратосферу. Ну, в принципе, мы этого и ожидали, но не так быстро, наверное, что ли. И посмотрите, мы уже тестируем предыдущую all-time high практически. Ну, вот первую его вершину, да. До второй осталось совсем чуть-чуть. Причем, в отличие от того же эфира, которому еще прилично до all-time high, еще целых 40%, биткоину до all-time high осталось совсем чуть-чуть. И, грубо говоря, он уже на нем. Поэтому тут как бы, что тут скажешь, ребята. Ставим лайки обязательно, но ставим также и тейки, и подтягиваем стопы, кто торгует этим на фьючерсах. Потому что, ну, сами посмотрите, такое отдаление от сетки MA Ribbon. Вот у нас какой гэп с вами. Сетка MA Ribbon сейчас на недельном тамфрейме это 44 тысячи. Ну, как бы тут как минимум серьезной волатильности, какой-то безумной можно ожидать. Даже если сейчас пробьем наверх, все равно коррекции будут жесткие. Возможно, это будут резкие коррекции в стиле buy the dip, и погнали дальше. Но они точно будут. Тем более, что BlackRock, вы же не думайте, что они прямо в тупу и по 60, и по 70, и по 80 закупаются безоткатно. Они сами захотят задампить цену и ликвиднуть по пути всех налипших лонгистов, чтобы пойти дальше. Это 100%. Ну и что мы видим как раз в краткосроке, что на TRDR загорается уже второй раз продавец сильный. Посмотрите, мы держим этот уровень продаж. Да, здесь откупили на часе, но на 4 часах пока только продажа. И давайте наблюдать за этим уровнем по биткоину. Если мы не пробьем сейчас локальный хайв с 63 600 к моменту выпуска этого видео, ну давайте скажем 64 600, 63 800. Вот на самом деле. 63 800, 64 тысячи. И не закрепимся выше. Да даже если мы это сделаем, это ничего не будет уже означать. Это все очень перегрето. Посмотрите. Это очень перегрето, но не забывайте о том, что мы первый раз входим в такую зону по биткоину, когда действительно все институционалы заходят. Действительно дефицит. Сейчас шок предложения, и биткоинов не хватает. То есть BlackRock скупает в 10 раз больше, чем майнеры производят в день. Биткоинов в день. Это просто невероятно. Ну и с этой точки зрения, конечно, HODL. HODL побеждает. Но я говорю о том, что будут обязательно коррекции. Просто посмотрите на график. Сетка будет расти. Будут коррекции как минимум к ней. Как минимум к ней. То есть вот к этому какому-то зеркальному уровню, я не знаю, хотя бы вот в эту зону средних значений, о которой мы с вами говорили, помните? Весь год, когда мы были ниже нее. Сейчас мы уже выше нее, посмотрите. Даже с учетом растущего рынка, зона средних значений, это значит опуститься куда-нибудь на 52 и ниже. То есть канал вот этот 35, 55, куда-то туда. Поэтому, ребята, будьте осторожны. Обязательно подтягивайте стоп. И в этом смысл сегодняшнего видео. Если вы торгуете этим на фьючах. Потому что, смотрите, я лично разгрузил уже большую часть позиции. И пока думаю, что займу в ожидательную. Вот Litecoin, кстати, неплохо полетел. Эфир Litecoin надо глянуть еще, потому что... Потому что да. И на Дипкоин, кстати, на новой бирже у нас только закончилось соревнование. Всех поздравляю, кто участвовал, кто выиграл приз. Призы, кто спрашивает. Они придут. Они придут скоро. Вот у меня на Дипкоине сейчас только Bitcoin Cash остался. В инверсе я закрыл те сделки, что были в плюсе. На состязании заработал 150%. Но там, конечно, результаты просто сумасшедшие у остальных. Призы придут через 2 недели. Так что... И они придут в виде трейдинг-бонуса. Так что ожидайте, все нормально. Не паникуйте. Да, трейдинг-бонусом нужно будет еще поторговать, чтобы перекрыть размер комиссии им. Ну, грубо говоря, сделок 10-15 совершить. Может, 20. И тогда вы можете даже без убыток торгуя вывести этот трейдинг-бонус, как уже реальные деньги. Bitcoin Cash, да, кстати, показывает силу. И поэтому я оставляю все-таки часть в лангах. Да, и в принципе, если бы не нужен был кэш, то я бы, наверное, больше, конечно, оставлял в лангах. Потому что в целом глобально все выглядит очень хорошо. Посмотрите, как пошел Litecoin. Я закрыл тут уже половину. Но на самом деле это только начало. Надо понимать, что это только начало. Скорее всего. Потому что посмотрите на тот же Bitcoin. Посмотрите на Ethereum, который только добрался в зону средних значений. И посмотрите на какой-нибудь там тот же Ethereum Classic. Который еще даже расти не начинал. Посмотрите, это фундаментальная монета. Это феномен вообще. Это единственная монета-подлинник среди блокчейнов. Это подлинный блокчейн эфира. Если они не перейдут на Proof of Stake, вообще цены им не будет. Но тут как бы эфир-классик к эфиру просто в космос тогда улетит. Посмотрите. Вот он сейчас выпал из падающего клина вниз. Это вообще ложный пробой, скорее всего. На мой взгляд, конечно, дисклеймер, не финансовый совет. Я жду очень большие иксы. Посмотрите, здесь эфир-классик к доллару уже пробил довольно-таки долгий вот этот тренд нисходящего сопротивления. И уверенно прет наверх сейчас, как трон, как и большинство монет. А посмотрите теперь на какой-нибудь Dash. Да он вообще валяется уже ниже дна. Посмотрите. Вот у него было дно глобальное. Это 62. И то это нижняя граница дна. Это все было дно. И 200 это тоже было дно. Это все улетит просто в такой космос, что вы охренеете. Да, тут нисходящий канал вот мы рисовали по приколу. Да тут восходящие экспоненты. Посмотрите в логарифме, как это выглядит. Вот. Но это уже совсем другая история. Для отдельного стрима посмотрим альткоины. В логарифме, да, конечно, Dash выглядит ужасающе, загибающимся. Поэтому все риски сами берем на себя. Дот тоже, посмотрите, какой перепроданный. Короче, куча альткоинов валяются просто по суперценам. Вон к биткоину дот просто на днище. Так что не влетайте в щитки на хаях. Накапливайте BTC. А у меня на этом все на сегодня. С вами был Гриня. Буду держать вас в курсе в телеге. Обязательно, что происходит по TRDR и не только. Там ребята тоже держат, когда я сплю, не могу. Большое за это им спасибо. Регистрируйтесь на бирже DeepCoin. Она не требует KYC. Прекрасно работает. Уже на 20-м каком-то месте в CoinMarketCap. И ограничений по территориям у нее, походу, нет. Вот такие вот дела. И что, продолжаем. А еще альтсезон у нас, кстати, с вами не за горами. Не забывайте об этом. Вот мы уверенно прем наверх-обратно в эту территорию. Выше 75 по индексу. Все монеты уже из топа. Посмотрите, насколько обгоняют биткоин. Поэтому не ведитесь на FAT. Держите свои спот-позиции. Торгуйте осторожно на фьючерсах. На FEMIX, кстати, на бирже FEMIX. Охренительный марджин. Охренительный кросс-марджин. Не финансовый совет-дисклеймер, но очень удобный. Где можно занимать под супернизкий. Там вообще под 1% годовых биткоин. И через тезер, собственно, покупать альты. И таким образом лонгу их к биткоину. Короче, можно делать, что хотите. Можно хоть шортить BNB. Очень прикольно все у них там в этом плане. А если у вас почему-то до сих пор нет биткоина или других криптовалют, или вы хотите, наоборот, вывести прибыль, зафиксировать часть, то обратите внимание на охрененный P2P-обменник WebMyCash. Это не реклама, это партнерка. Мы с ними в хороших отношениях. Я у них сам меняю. У них есть кэш-курьеры, хороший курс, онлайн-поддержка. Все очень быстро обрабатывается. Так что смотрите, здесь много альткоинов и рубли, доллары, ТРЦшки. Все, что вам может быть надо. Посмотрите обязательно по ссылке. А также участвуйте в конкурсе у них, чтобы выиграть до 15 тысяч ре. Или гарантированно еще получите 1 доллар за отзыв, если совершите обмен. Вот такие пироги. Ждем. Тузумун готова к коррекциям. И всем профитроли. Скоро увидимся. А я пока полез в криптотвиттер. Собственно, вспоминать свой пароль. Пока-пока. Что ты думаешь про биткоин, чувак? Я думал... Я не хочу больше говорить про биткоин. Я купил вершину на 69 тысяч. Я даже не проверял цену. Может быть она сейчас 1020, да? На 70% задампилась. Я думаю, что надо... Сейчас самое время продать все и забрать убыток. Биткоин 65 тысяч, чувак. 65 тысяч? 65 тысяч баксов? Тезера, чувак. Биток идет на 100 тысяч. Тузумун.